Салихан! Я уезжаю до воскресенья. Для чего это понадобилось ни с того ни с сего, Амир? Обычная деловая командировка ради этих проклятых денег. Не буду тебя загружать. Не забивай этими мыслями свою прекрасную головку. Я поеду, заработаю кучу денег и сразу же вернусь. Ладно? Все отвернулись от меня. Асия, хотя бы ты приходи. Не могу же я идти к ним совсем один. Брат, я очень рада за вас. Но там будет Ильяс, там будет мама Фатма. Опять возникнет конфликт. Я не хочу. Нет, нет, мамы Фатмы не будет. Она тоже умыла руки. Ее не будет вечером дома. Мы придем и попросим ее руки у Ильяса. Сестра, ну помоги своему брату. Я в кое-то веки о чем-то тебя прошу. Наших родителей тоже не будет. Нельзя же приходить без сватов. Так и быть, что поделать. Купим цветы, конфеты и пойдем свататься. Золотая моя сестренка. Мимо! Так, я буду сватать для тебя, Нормин. Дело в шляпе. Я хотел помочь по ресторану, а клиентов нет. Да. А что, госпожи Мариаман нет? Она же тоже здесь работает. Я сегодня ее не видел. Нет. Ну ладно, я просто так спросил. Она здесь работает, но я ее не видел, поэтому... Сегодня ее нет. Сегодня ее нет. Сегодня нет. А что, какие-то проблемы? Нет никаких проблем. Какие могут быть проблемы? Ни в коем случае. Ну ладно, тогда мне пора ехать. Хорошо? Я заеду за тобой вечером. Ладно? Хорошо. Племянник, ты стал взрослым. Если хочешь, приходи вечером. И попросишь у папы руки тети. Отлично. До встречи. Почему ты так разозлилась? Он задал обычный вопрос. Я иногда так злюсь. Прости. Мне иногда нужно так реагировать. Иначе они садятся мне на шею. Но иногда я перегибаю палку. Трудно быть одинокой женщиной. Постоянно приходится обороняться. Если бы все были как ты. Джимшит. Давай завтра вечером сделаем манты. Мне сегодня нужно поехать и посвататься к Нермин для брата. Наши отказались. И он, беднешко, остался один. Да, конечно. Так мы останемся с Мимо наедине? Нет, если хочешь, я его могу взять. Нет, нет, не забирай. Не беспокой его. Я не буду вовремя поужинать, и мы ляжем спать. Не переживай. Хорошо, без проблем. Я согласна. Так значит, твои не жалуют Нермин? Ну, это нормально. Не страшно. Мы убедим их как-нибудь. Они поначалу Ильяса не взлюбили, но я... Но я их не послушала. Хорошо, что не послушала. У тебя родился Мимо. К тому же в твоем сердце остались хорошие воспоминания. Поэтому не расстраивайся из-за этого. Я благодарен судьбе даже за то короткое время, что провел со своей семьей. У меня, по крайней мере, есть пара приятных воспоминаний. А если бы их вообще не было? Я сказал, это не для того, чтобы расстроить тебя. Правда. Когда-нибудь ты будешь с улыбкой вспоминать о них. Придет время, когда ты будешь более счастливой. Поверь мне. Поверь. Ну, все, все, все. Хватит. Не плачь. Собирайся. Тебе еще нужно свататься. А ты порепетировала? Справишься? Две семьи будут сидеть напротив друг друга. Ясно? Продолжай сидеть в глубоких раздумьях, господин Бахатин. Продолжай хлопать ушами. Мама, что случилось? Твой открывает новый магазин. Повесил громадную вывеску посреди рынка во весь рост. Написал, купи сегодня, оплатив в июне. Выходит, он притягивает в тайне денежки и сколотил себе состояние. Притворщик Осман, а вы считаете ворон? Нет, мама, он не сам открыл магазин. Однан открыл. И взял Османа из-за его опыта. Я знаю об этом, слышала. Вы наивная дочка, наивная. Он вас обманул, обобрал, разорил ваш бизнес. А теперь назло вам открывает магазин. Но и по делам вам будет. Хватит, Сихер, хватит. Возводишь напраслину на человека, не узнав и не выяснив правды. Не будем наговаривать на человека. Осман влачит. Жалкое существование. Я знаю. Как он может открыть магазин? Здравствуй. Привет. Как дела, Джам? Добро пожаловать, Салиха. Как у тебя дела? Пойдет. Я очень голодна. Можешь попросить что-нибудь приготовить? Вместе поедим. Да, без проблем. Тогда сядем вон там. А что, у мира нет? А ты не в курсе? Он уехал в командировку утром. А, ну да, конечно, точно. Он же мне говорил... Это уже сегодня? Хелин в своем репертуаре. В Стамбуле дело не в проворот. Ушла бы Хелин из нашей жизни окончательно. Прости, Господи. Ребята, подойдите сюда. Принесите нам жареное сорти. Чтобы с картошкой, с сосисками. В общем, несите, как подобает. Когда у мира нет дома, я не могу есть без него. Вот поэтому пришла сюда. Привет, доброго вечера. Тахир, каким ветром тебя занесло? Привет, Тахир. Что поделать? Я сегодня остался один. Садись, давай и для тебя найдем место в клубе-одиночек. Что случилось? Айча уехала в отпуск? Нет, нет, что ты. Поехала на какой-то семинар в Стамбуле. Ее не будет до воскресенья. И моего нет. Какое совпадение. Какое хорошее совпадение. Мы вместе поужинаем. Ты хочешь есть? Не откажусь. Ладно, тогда я узнаю, что там с едой. Я сейчас. Как жизнь в браке, Тахир? Это ты только что вышла замуж? Мы-то уже устарели. Лучше ты расскажи. Сестренка, как я предстану перед людьми? Я развожусь с их дочкой. И что, как ни в чем не бывало? Мамы тоже нет. Отлично, Ильяс. Ты тоже сбегай. А я буду сама себя отдавать жениху по воле Аллаха. Замечательно. Не волнуйся, сестренка. Я буду дам тебя. Пришли. Добро пожаловать. Привет. Твоя свекровь очень молодая. И невероятно красивая. А наша невестка красавица. Ты прекрасно выглядишь, Нормин. Спасибо, Асия. Привет. Для меня очень важно, что ты пришла. Большое спасибо. Мы сделаем все как нужно. Так или иначе, все-таки я пришла ради вас. А вы, кажется, представляете сторону невесты. Да. Я выступаю со стороны невесты, как и ее брат и глава семьи. Прошу, присаживайтесь. Привет. Как ваши дела? Спасибо, хорошо. Живем потихоньку. Как бы ни было, тяжело. Тогда я сварю кофе. Хорошо? Малышка, как дела? Чем занимаешься? Гюль, мы с Мехмедом очень соскучились по тебе. Мехмед шлет тебе поцелуйчик. Она очень тихая. Да. Вы приступайте, а я сейчас приду. Давай. Приятного аппетита. Тебе тоже. Прости. Алло. Где ты, Умир? Ты сказал Салихе, что уехал в командировку. По каким делам, интересно? А в чем дело? Я должен перед тобой отчитываться? Нет, нет, не отчитывайся, не надо. Как знаешь. Тогда я скажу Салихе, что нет никакой командировки. И ты все выдумываешь. Джем. Я не знаю, на что ты намекаешь, но... Подожди, я тебе перезвоню, хорошо? Тахир звонит. Погоди минутку. Сразу не отвечай. Я выключу музыку. Отвечай. Да, любимый. Алло, как дела? Как ты? Нормально доехала? Там комфортно? Хорошо, ясно. Как отель? Удобный? А как называется? Где он? Нет, я просто так спрашиваю название. Если ты в порядке, то проблем нет. Только звони мне, пожалуйста. Я уже соскучился. Ладно. Позже созвонимся. У меня возникло одно дело. Мне нужно срочно идти. Вы не обидитесь? Мы же хотели вместе поужинать. Честно говоря, меня тошнит. Приятного аппетита. Как странно. Что происходит? Все будто сговорились. Вот что. Я сейчас перезвоню Джему. Надо контролировать ситуацию. Ну, давай же, Джем, ответь. Нет, не отвечает. Как ты думаешь? Что случилось? Может быть, они узнали, что мы вместе? Вернемся, если хочешь. Такие поездки не для тебя. Ты и второй экзамен не прошел. Вернемся. Только хотя бы поужинаем где-нибудь здесь. Я якобы в Стамбуле. Тахир потом удивится, что я так скоро вернулась. Айча, если об этом станет известно, Ильяс мне близко не позволит подойти даже к границам нашего города. Ты в курсе, что Тахир ему как брат? А мы с тобой... Мы с тобой только в начале пути. А жена это не проблема? Тебя она не волнует? Ты извительная женщина, Айча. Именно это и делает тебя привлекательной. Если у нас закрутится роман, то этот роман будет идти по моему сценарию. Не смей больше проверять меня. Поужинаем и потом посмотрим. Мой брат повстречал вашу сестру. Они влюбились и решили пожениться. А нам остается только по воле Аллаха, переданной пророком, попросить для нашего брата вашу сестру. Что скажете, господин Ильяс? Отдаете сестру? Раз они так решили, хорошо? Я отдаю сестру. Будьте счастливы. Не огорчай ее. Взять. Свадьбы еще не было. Я просто... Поздравляю, Нермин. Поздравляю. Поздравляю. Все женятся, а мы разводимся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Он... Жениться не обещал Признаюсь, да Этого захотел Ахелин Но только на бумаге Она очень больна Вот-вот умрет Она хочет законным путем Оставить мне после себя компанию Она не хочет, чтобы ее разбазарили Ильяс Не утруждай себя Мое доверие к тебе пошатнулось не из-за этой истории с браком Знаешь, когда это началось? Тогда, когда ты похитил меня И оставил на своих родителей в том доме А потом, когда ты пообещал, но не бросил соревнований Когда не построил нам дом Эта пустота в моей душе возросла Я умоляла тебя Просила не затевать с той женщиной бизнес Ты согласился А потом оказалось, что ты мне лгал И вот так Постепенно Шаг за шагом Моя обида к тебе дошла До невозвратной точки Я стою на неизвестном скользком полу Я даже не могу душать от страха Невозможно жить в постоянном страхе потрясения Неизвестно, что и когда случится Так нельзя Поэтому Давай простимся сегодня Конечно Субтитры сделал DimaTorzok